друзья мои всем огромнейший привет с вами елена и добро пожаловать на мой канал и опять очередная рубрика немного полезной информации и сегодня мы поговорим с вами о очередной пенсионной реформе которая будет запущена в россии несите ваши денежки мы их посторожим не успели еще россияне привыкнуть и уж тем более принять повышение пенсионного возраста как минфин уже подготовил очередные реформы для будущих пенсионеров речь идет о гарантированном пенсионном продукте данный законопроект минфина в настоящее время согласовывается мин трудом напомню что еще недавно минфин пытался вести гарантированный пенсионный план но тоже сокращено гпп в рамках данного плана предполагалось что граждане могли бы самостоятельно перечислять деньги в негосударственные пенсионные фонды но было одно важное ограничение подключение к этой программы в рамках шести процентных отчислений предусматривалась автоматическая то есть по сути принудительная гарантированный пенсионный план под шквалом критики внедрить не удалось сейчас минфин еще раз пытается продвинуть эту тему уже даже переименовав название процесса на этот раз свой новый проект минфин обозначил как пенсионный продукт но по сути это доставание из ящика того самого пенсионного плана отойду от проекта минфина и напомню что работодатели обязаны платить заработников страховые взносы пенсионный фонд которые в процентном отношении зависят от размера заработной платы часть тарифа индивидуального страхового взноса в размере 6 процентов формируется так называемую накопительную часть пенсии еще в 2014 году данные взнос накопительной пенсии заморозили вы это помните то есть они не учитываются для будущей надбавки к пенсии конкретным пенсионерам замороженные пенсионные деньги были потрачены по признанию некоторых чиновников на олимпиаду строительство крымского моста и прочие проекты сейчас этот 6 процентный накопительный сбор направляется на выплаты накопительной части пенсии сегодняшним пенсионерам то есть работодатель 6 процентов платит как бы за вас но деньги эти не сохраняются за вами а используется здесь и сейчас в этом и есть алгоритм заморозки заморозка накопительной части пенсии пока продлена до 31 декабря 2022 года поэтому стремление минфина что-то придумать с накопительной частью понятно да что придумать законопроект о гарантированном пенсионном продукте предусматривает условно добровольное присоединение граждан к накопительной системе при гарантиях сохранности накоплений государством через регистрацию накопительных счетов у центрального администратора централизованного администратора дополнительно предполагаются льготы для работодателей и предоставление налоговых вычетов для граждан и вот этим пенсионным продуктом я думаю минфин пытается осуществить стратегию того чтобы граждане забыли заморозку длящуюся уже с 2014 года но трюк этот пытаются сделать в лучших традициях ммм и прочих хоппер хоппер инвесторов сколько раз ммм реинкарнировалась а если отделить мух от котлет ситуация проста еще недавно государство популяризировала очередную пенсионную реформу возможность самостоятельного накопления для дополнительной пенсии в итоге придумывали красивое название индивидуальный пенсионный коэффициент прямо заготовка для лозунга будьте частью и пк люди в принудительно добровольном порядке поверили в этот механизм а многие даже и не знали что от взносов на накопительную часть пенсии можно было отказаться до 2015 года но однажды часть этого самого и пк государство замораживает и осваивает а попросту тратит причем не совсем ясно на что именно система не прозрачна однако ясно не на этих самых будущих пенсионеров которые в рамках накопительной части и пока пытались что-то скопить сейчас прошла очередная пятилетка и государство в лице минфина опять выходит с предложением а идея нам понравилась давайте забудем что было раньше давайте нам еще денег мы их посторожим а заодно придумаем куда их потратить мы вот тут гпп подготовили кстати про эти минфина доходность вложения при участии в гпп не гарантируется история показывает что доверять накопительные пенсионные деньги государству просто бессмысленно и большинство людей видит что если просто положить деньги на депозит в госбанке но к моменту выхода на пенсию получится больше денег чем через разные непрозрачные накопительные системы пусть даже государственные кроме того все эти негосударственные фонды могут в любой момент закрыться и уже не важно как будут называться сгинувшие накопления и пк или гпп но под видом изменения вывески нам опять пытаются втюхать очередную псевдореформу которая лишь отменяет и аннулирует предыдущие пенсионные реформы в отношении накопительной части пенсии на штампованные за последние 15 лет давно считаю пенсионный фонд абсолютно ненужная структура а судя по отчету счетной палаты структура которая не всегда верно по щит подсчитывает и выплачивает пенсии как получилось конечно же случае с моей матушкой которая работала работала вроде стаж позволяет а доказать да что где она работала справок этих нет и поэтому получает минимальную пенсию вот понимаете и поэтому пенсионный фонд это абсолютно бессмысленная бюрократическая надстройка государство должно гарантировать населению пенсию хочешь дополнительных дивидендов к описам но без замораживания и всяких дутых дутых нпф то есть негосударственных пенсионных фондов а что вы думаете по этому поводу друзья мои если не сложно поделитесь конечно же своим мнением в комментариях если понравилась статья конечно же поставьте лайк мне но все-таки мне хочется чтобы прокомментировали и конечно же дальше дальше пустили эту информацию конечно же делитесь со своими подписчиками делитесь в соц сетях и конечно же вам спасибо огромное что дослушали меня до конца и еще друзья мои минуточку вашего драгоценного времени я прошу чтобы вы мне уделили и еще о чем я хотела поговорить о том что мир мин труд предложил также увеличить мрот с 1 января 2021 года мин труд россии подготовил законопроект об изменении величины минимального размера оплаты труда соответствующий документ планируется внести в госдуму на текущей неделе об этом пишет тасс со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты андрея пудова так с 1 января 2021 года предлагается установить мрот на уровне 12 тысяч семьсот девяносто два рублей на сегодняшний день мрот равен двенадцати тысячам сто тридцать рублей таким образом он вырастет на пять с половиной процентов увеличение мрот затронет 3,9 миллионов человек закон проект получил название о новом подходе к изменению величины мрот и прожиточного минимума на его реализацию 2021 году необходимо будет выделить сто тридцать три тысячи и шесть миллиардов рублей мин труд предложил пересмотреть расчет мрот и прожиточного минимума в россии предложили изменить порядок расчета минимального размера оплата труда мрот и прожиточного минимума в частности мин труде признали устаревший действующую модель расчета черты бедности с 2021 года планируется отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления размеры прожиточного минимума предлагается установить как часть сорок четыре и два процента среднедушевого дохода мрот же в свою очередь до 2026 года предполагается установить на уровне 42 процента медианной зарплаты мин труде уточнили что данный расчет это переход к общее мировому стандарту в случае утверждения нового расчета п.м. расходы в 2021 году составят 128,5 миллиардов рублей и 439 миллиардов рублей в 2025 году друзья мои и кому это же это деньги с увеличением рот конечно же все поднимется в магазинах но это только с января 2021 года а до января еще живем еще впереди нас ждет конечно же новый год вам еще раз отличного дня отличнейшего настроения сегодня завтра и всегда и всем всего доброго